Приветствую вас! Вы спрашиваете нас, как стать уверенной в себе девочкой и перестать ревновать своего парня, своего молодого человека. Так, значит, что я вам хочу сказать. Мы с вами пойдем от обратного и скажем, что вот вы не уверены в себе. Значит, вы не уверены в себе и эта неуверенность, она в чем-то заключается. То есть, есть какие-то аспекты, которые вы считаете, скажем так, своими минусами, есть аспекты, которые вы считаете своими слабостями. Вот именно их, эти аспекты. И нужно проанализировать. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно сделать следующее. Выпишите себе на лифточке бумаги, значит, свои качества. Положительные качества. Отрицательные качества. Все это вы выписываете на лифточке. Положительные качества вы выписываете на одной половинке лифта. С той стороны, рукой, какой вы владеете лучше, если вы правша, то справа, если левша, то слева. А с другой стороны, соответственно, вы наберете свои недостатки. И недостатков всегда по определению будет больше. Потому что человеку свойственно вот как раз относиться к себе критически. Особенно, если он не уверен в себе. Если у него нет излишней самоуверенности. И вот у вас получаются недостатки. Значит, за свои сильные качества вам нужно себя любить. Это ваше достоинство. Одна одна очень достоинство. И эти достоинства нужно приумножать. Если мы с вами говорим о недостатках, то недостатки делятся всегда на две черты. Первая часть – это недостатки ситуационных. То есть тех, которые в той или иной ситуации могут быть как оприцательными, так и положительными чертами. И вам важно понять, что вот эти недостатки, которые являются положительными и могут являться оприцательными чертами, являются тем, что делает вас уникальным. Являются тем, что делает вас индивидуальным. И за эти черты себя также нужно любить. И эти черты себе нужно принять. То есть не пытаться изменить. Именно принять это черты себе. Теперь остается куда меньший список того, что является однозначными минусами для вас. И эти минусы необходимо понимать, что эти минусы нельзя подавлять. Нельзя их полностью убирать. Эти минусы, которые также делают вас человеком. Ибо никто не идеален и у любого человека есть недостатки. Но любые недостатки можно и нужно купировать. То есть принижать. Стараться их принижать. Стараться сделать так, чтобы они меньше влияли на вашу жизнь. И вот здесь, в этом моменте, вы делаете себе план. Поставляете план. И создаете цели, из которых потом вытекают задачи по понижению, по купированию своих недостатков. И так вы будете становиться увереннее в себе. Отдельным пунктом хочу сказать, что для принятия своих вот тех вот ситуационных черт. Которые могут быть как плюсами, так и минусами. Вам на пути могут встретиться блоки. То есть принять. Вы вроде бы хотите себя, а не можете. И с чем это связано? Иногда это связано с различными негативными установками. Или просто с неверными установками. Иногда это связано с общественным мнением и отношением к нему. Иногда это связано с детско-родительскими отношениями. То есть здесь нужно разбираться о природе этих самых блоков и препятствий. Следующий момент. Ревность к своему молодому человеку. Ревность к своему молодому человеку это всегда страх. Это всегда попытка стеснить любимого в определенные рамки. Ревность это всегда боять потерять человека и тем самым испытывание потребности в чем-либо от этого мужчины. В вашем случае, да, от мужчин. То есть, когда вы ревнуете, вы боитесь потерять. Вы хотите, чтобы этот человек был с вами. Вы игнорируете причины, по которым человек дает вам повод для ревности. Если он дает вам повод для ревности, значит у этого есть причина. Либо человек просто так себя ведет, такой вот он, и вам остается его принять, если вы его любите. Или у него есть причины для того, чтобы давать вам повод для ревности и тогда уже с этим нужно разбираться. То есть, вы не анализируете причины, по которым создаются поводы для ревности. Вы думаете в этот момент о себе. Это нужно четко понять. Что когда вы ревнуете, вы думаете о себе. Вы не думаете в этот момент о любимом. И таким образом ревность ведет к разрушению. То, что вы хотите для себя, и то, что дает знать о себе через ревность, нужно удовлетворяться самостоятельно. Нужно определиться с тем, как вы воспринимаете человека. Если у вас к нему симпатия, если у вас влюбленность, если у вас страсть, это одно. Но на этом отношения не построишь. Если есть уважение, есть доверие, есть понимание, есть принятие, есть взаимопонимание, есть любовь. Это другое. Но в таком случае ревность отсутствует. Поэтому необходимо определить то, какие у вас отношения. И работать со страхами. Обычно человек ревнует, потому что боится, что любимый от него уйдет. И хочет, чтобы любимый уходил. И хочет, чтобы любимый был только с ним. Кроме эгоистичного направления этого чувства, есть еще и бег от страха. И бег от страха тоже нужно остановить. Не нужно подавлять страх. Но нужно понять, чего вы боитесь, и уметь с ним жить. Страх продиктован потребностями опять же. Страх продиктован мистическими представлениями, о чем-либо их нужно расционализировать. И таким образом вы перестанете быть зависимым. Ревнивый человек зависим от своих потребностей и от страха. И именно это все заставляет вас ревновать. И одно средство, которое я вам могу порекомендовать уже в пищах. Это довольно простое средство. Но очень важно, чтобы вы его первое время впредельно выполняли, используя все это. Если хотите перестать ревновать молодого человека. Значит, каждый раз, когда вам хочется устроить сцену ревности своему молодому человеку, улыбнитесь ему и подарите нежность. Условно говоря, перенаправьте свою энергию из негативной в позитивную. В первое время это вам будет тяжело, конечно, даваться. Но потом, если вы сделаете это несколько раз, то это станет рефлекторным. И вы сможете каждый раз, когда у вас появляется ревность, перенаправлять эту энергию во что-то позитивное и тем самым не портить отношений с вашим молодым человеком. Потому что необходимо понимать, что когда вы ревнуете, вы подозреваете человека в измене. И если вы говорите ему об этом, то волей-неволей вы укореняете или напоминаете ему о том, что он может изменить. То есть человек больше думает об измене сам. И получается, что вы своей ревностью отчасти провоцируете мужчину на то, чтобы он вам изменил. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь сейчас. Вот так, я думаю, вам можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!